Музыка Уже можно в нашем сквере говорить о том, что постоянная форма наших здесь встреч это литературно-поэтические гостиные нашего сквера «Замир». Начать нашу встречу я хочу с упоминанием одной даты. 27 февраля прошлого года исполнилось 90 лет, как была учреждена наша Одесская область. Понятное дело, это был третий день этого агрессивного вторжения. И, конечно, было не до юбилеев, не до этих дат. Мы все думали о том, как отстоять нашу державу. Но вот спустя год, уже 91 год нашей Одесской области, и все-таки одно из таких мероприятий, посвященных этой дате, состоится. Пройдет оно в ближайшее воскресенье, 26 числа, в 14 часов в Золотом зале Одесского литературного музея. И, прежде всего, я представлю вам главную зачинщицу этого сонма наших литераторов одесских, которые соберутся 26-го и представят свои произведения. Анна, очень приятно вас видеть сегодня в нашем сквере. Вообще, каким образом родилась эта идея? И самое главное название. Ну, мы вообще подумали, что в литературном музее сейчас проходит очень много мероприятий. Но они почему-то в основном музыкальные. Это бальканты, например. Вот раз в месяц у нас собираются оперные певцы, прекрасные, совершенно мирового уровня, и дают свои концерты. У нас открываются художественные выставки, но это литературный музей. И мы вдруг поняли, что нам нужно делать какие-то вечера по профилю, то есть литературные. И вот существует такая, в общем, идея делать литературный вечер каждый месяц. Хотя бы раз в месяц. Вот в следующем месяце марта уже будет Всемирный день поэзии, и к этой дате мы что-то приурочим тоже, сделаем вечер. И вот мы надеемся, что это будет теперь регулярно. Литературные вечера. Да, откликнулись те наши литераторы одесские, которые в Одессе, которые никуда не уезжают, которые по сей день здесь, которые творят. Это Александр Хин, это Майя Демерли, это... Можно еще перечислять и перечислять. Ну, Людмила Шарга, Владислав Китик. Подходите, подходите, не стесняйтесь. Анна Михайлевская будет прозаик. Игорь Башко будет так же. И мы решили назвать наш вечер, который состоится в воскресенье, це наша земля. И акцент мы делаем именно на наше. Це наша земля. Хотим подчеркнуть этим, что это наша украинская земля, наша украинская, наша Одесская область в составе Украины. И никакие оккупанты не отберут ее у нас. Чтобы они там себе не писали вообще в своей конституции по поводу украинских территорий. Вот. Ну, старый анекдот на заборе тоже написано. Кроме того, что мы представляем этот вечер, я не думаю, что есть смысл, может быть, пересказывать там или как-то анонсировать то, что будет происходить. Ну, нужно просто прийти, так сказать, к этому как-то прикоснуться и побывать на этом мероприятии. И насладиться тем творчеством наших, действительно ведущих одесских литераторов. Вот. Но вторая составляющая сегодняшней передачи – это то, что, в принципе, ну, «Жизнь не стоит вместе», продолжают, самое главное, продолжают выходить издания, продолжают издаваться альманахи, продолжают издаваться книги. И это очень радует. Давайте мы начнем с Людмилы. Вот я знаю, что у вас самая свежая, буквально, презентация накануне состоялась. Да, вчера. Вчера состоялась презентация книги Ольги Лисовиковой. Это очередной сборник ее рассказов. Потому что до этого уже выходили, это и сборник поэзии, это и такая детская книжка замечательная, вот очень яркая. И Олька Парасолька. Кстати, студия Ольги Лисовиковой, которую она ведет в библиотеке Багрицкого, называется «Оля Лукой». Вот. Студия для детей. Вот. И насколько я вчера узнала, что там уже больше 20 деток приходит туда на занятия. А самое первое занятие был всего один, один ребенок. Вот. И я хочу сказать, что умение Ольги не только... Творец действительно сшито, вязано, рассказано. То есть это рассказы о рукоделии, о том, как передается вот это мастерство по женской линии. Особый акцент делается, конечно, на вот род, сила рода, что такое род для каждого. И я очень рада, что здесь мое предисловие, такое маленькое напутствие. И здесь еще предисловие Евгения Михайловича Голубовского. То есть вот... Очень дорогого. Да, да. С такими вот напутствиями книга выходит. Неожиданное название, шито, вязано, рассказано. То есть это отражает, в принципе, да, содержание... Конечно, нить ткани, игла, нить сюжета, повествование, слова, из которых выстраиваются предложения, из предложения выстраиваются вот такие замечательные рассказы, оповедания. И у вас, смотрю, в руках еще одна книга, да? Да. И... Ольгу, кстати, ну, спасибо вообще за подсказку, как там не пересекались мы, но я думаю, что точка пересечения в сквере будет обязательно. Мы пригласим ее обязательно. И вчера на презентации мне сделали еще один подарок. Это Виктория Каретнянская. У нее вышла книга, будет презентация, конечно же, во Всемирном клубе Одесситов. Будут анонсы. Под небом голубым. Я знакома с прозой Виктории. Вот. Это замечательная проза. Она интересная, она очень информативная. Там и художественная проза, и краеведение. То есть, это для очень широкого круга читателей. Вот такие новинки. Вы уже примерно знаете, что будете читать в воскресенье в Литературном музее? Или это все будет происходить как-то спонтанно по настроению? Наверное, спонтанно. Скорее всего, это будут стихи, посвященные городу, Одессе. И, наверное, не получится уйти от тех стихов, которые писались уже год, да, в течение этого года. Хотя очень бы хотелось уйти, на самом деле. Ну что ж, подождем до воскресенья. Владислав, рады приветствовать вас. Вы тоже не с пустыми руками. Да, я со своей книжкой, она, конечно, не так свежа, как у Людмилы. Она вышла в сентябре, в сентябре прошлого года, то есть полгода. Я вообще тут должен поспорить, поэзия, она всегда свежа, когда ты к ней прикасаешься, в сам момент прикосновения. И всегда вот это вот возникает связь. Может быть. Ну, конечно, часто книги издавать я не могу, но это именно книга стихов. Вот книга, потому что она цельно составлена, как, ну, такая вот линия моей биографии. Потому что здесь есть стихи, и обязательно, конечно, посвященные городу. И вся она пронизирована такой линией красной морской темой. Поскольку я плавал, давным-давно уже оставил флот. Вышку заканчивали за плечами. У меня память, она остается, память, так сказать, не проходит, только усиливается. Вот. Я спешил, когда ее издавал, и не нашел художника. Думаю, если взялся за перо, то взялся и за кисть. Тут и рисунок мой. Мои иллюстрации, мое оформление. Вообще, если говорить о Владиславе, да, вот, и вот, знаете, обычно, когда титры мы пишем, да, вот, имя, фамилия, и там, должности, звания, регалии, так сказать, все те, так сказать, вот вещи, в которых человек себя реализовал. У нас бы, наверное, страница экрана бы, монитора не поместилась бы, потому что кем он только не работал. Ну, коллега-журналист, да, закончил вышку, моряк по образованию, а за плечами в трудовой проработал вообще, по-моему, перепробовал все профессии, которые существуют, причем в том числе и даже самые экзотические. Да, попробовал много профессий, трудовую книжку с ней начинают листать, так она будет более пухлая, чем это, чем этот сборник. Но это все мои впечатления, это все мой жизненный опыт, который так или иначе потом переплавляется в стихи. И если раньше я как-то стыдился, говорили летун, то теперь я, наоборот, очень рад тому, что у меня этот опыт за плечами и что я могу его воплотить. Сейчас я даже начал писать рассказы, прозу, потому что много историй накопилось за жизнь. Я вообще хотел, чтобы моя жизнь была каким-то сплошным приключением, разнородным приключением. И вот теперь фрагмент... Потом приезжал, Норийская жилка тоже. А вы можете что-то из этого сборника нам прийти? Да, могу. Это стихотворение, оно посвящено городу, как говорят, Одесса – это тот город, который нужно услышать. И вот такой, это вроде как эпиграф. Послушай город, словно очи из зов, Крадущуюся поступь сквозняков, В ее подъездах, сочное арго базаров, Криминальное танго, листвы, Вобравший горечь октябрей, И горловое пенье сезарей. Послушай город, Облеченный в смог истории, И высокий слог на мостовых, С улыбками подков, Порт, что пытает мускулы бортов, Нетрезвый шепоток смуглявых ниш, Как собиратель звуков ты услышь, Молчание, шум в сердце тех, Кто родины больны, И отголоски давних голосов, В гербарии забытых адресов. Чем больше лет, тем ближе нам они, К витку ракушки охровой прильни, Там эксцентричность свернута в спираль, До хруста в пальцевых костяшках даль, Кварталов детства, скверов и округ, Ты слышишь каждый звук, любимый звук. Я вот обратил внимание, что на заседаниях «Зеленой лампы», Вас тоже приглашают коллеги выходить, Выступать перед ними, Вы всегда выходите с такой немножко, Ну тенью что ли смущения, Ну что вы, я вот может быть как-нибудь потом, Вот как-то, да, вот выступаете, Хотя в принципе за плечами уже достаточное количество, И тем более сейчас еще к прозе переходите. А кстати, а вот почему проза, И что вот действительно вас подвинуло? Проза, там больше, вернее не больше, А другие возможности выразить себя. В принципе для меня стихи это способ самовыражения. Ну вот, у Пастернака это цель творчества самоотдача, Самоотдача у меня значит самовыражение. Вот, и проза дает некоторые возможности рассказать более подробно о том, Чем в стихах не скажешь, потому что стихотворение это все-таки импульс, Это энергетический импульс, а там это можно расписать, Это можно как-то растянуть, как говорится, гармонию с чувством И изложить больше подробностей, которые в стихи не умещаются. Опять же, тут важно еще понимать, так сказать, состояние души адресата, Который сегодня ведь, наше впечатление какое, Люди больше скользят по поверхности, они больше мыслят, я не знаю, категории комиксов, Вот посмотреть комиксы, пролистать и забыть. Вот, а погружаться в прозу действительно серьезную, глубокую, Да, вот бывает вот, вот той же Людмиле, вот хорошо, я при ней не буду говорить о комплиментах, Когда вот цепляешься за какие-то ее посты, просто вот сегодняшние дневниковые посты в Фейсбуке, Вот, и думаешь, о чем, во-первых, пару строк прочитал, А хочется же дальше листать, а оно цепляет, и ты туда погружаешься, и ты там остаешься. Но вот сегодняшнее поколение молодых читателей, по-моему, их надо уметь еще чем-то спровоцировать, чем-то зацепить. Или это, как бы, проходящее? Ну, вообще-то надо, да, особенно сейчас, потому что я не просто пишу дневниковые записи, Там, ситуации, которые у меня когда-то были, я их оформляю как художественный рассказ. То есть там есть определенная концовка, акцент, кульминации, Которые, ну, хочется верить, что они кого-то привлекут, когда я эти рассказы покажу. Пока их негде выставлять, кроме Фейсбука. Каким-то интересна литература прозы, потому что ты, когда ловишь себя, да, Вот на мысли есть какие-то формообразующие вещи, которым хочется вернуться, перечитать и поймать, Как автор это все красиво сложил. Он не просто изложил там свои думы, чаяния, да, свои мысли, А он еще это нашел прекрасную форму подачи. Будем следить за вашей прозой. Ланечка, ну и в считанные дни остаются до этого вечера, конечно, вы тоже готовитесь, да, И тоже будет что-то новое, или будете вспоминать то, что было написано вот за этот год военного старого вторжения? Я думаю, что я прочитаю старые стихи. У меня есть, в общем-то, одесские стихи, хотя, может быть, не очень много, Но за этот военный год было написано много военных стихотворений, Потому что это все кровоточило, это было больно, это требовало выхода. Я думаю, что я буду считать и то, и другое. Ну, два сборника, которые вышли в Киеве, в Друкарском, Друкарский двор Олега Федорова. Артелен, во-первых, он вышел в конце 22-го года. Такой вот достаточно. Да, тут очень такая хорошая компания, тут ведущие украинские поэты есть среди них. И год поэзии 22 тоже вышел, уже в начале 23-го года, но это, в общем-то, поэзия за прошлые годы, за 22-й год. Тоже здесь присутствуют и Бахыт Кинжеев, и Борис Херсонский, и Ирина Евса, и Галина Яцкович, и многие другие. Ну, понятно, что, несмотря на то, что это достаточно свежие здания, они уже стали раритетом, да, и стать обладателями. Но я знаю, что Артелен просто вообще, это уникально. Я держу эти пару секунд в руках, отдаю, и больше никогда держать, наверное, вряд ли получится, разве что напрашиваться в читальный зал к вам домой. И вот этот год поэзии тоже, это достаточно знаковое издание. То есть я к чему клоню? Ну, все-таки, раньше история знала такие вещи, когда выходили, интересно очень, и пользовались популярностью издания, они потом переиздавались? Или сегодня, к сожалению, пока о такой возможности говорить не приходится? Я думаю, что пока что, наверное, нет. Ну, Артелен вышел достаточным тиражом, это 850 экземпляров, а вот год поэзии я посмотрела всего лишь 200. Но я думаю, что издаваться это вряд ли будет в ближайшее время, переиздаваться. Сейчас денег, наверное, на такие вещи не очень-то много. Ну, во всяком случае, мы зафиксировали то, что у вас было в руках. Все-таки есть, с чем прийти, есть что показать. Слава Богу, эта жизнь продолжается. Людмиле, спасибо огромное за подсказку про Олю. Вот, я думаю, с вашей помощью мы обязательно ее, и с вашим предисловием, мы сюда обязательно пригласим, познакомимся с ее работой и с детками, наверняка. Вот, ну, а вам хорошего вечера, и дожидаемся воскресенья 26 числа в Золотом зале в 14 часов, там встречаемся. Вам спасибо, приходите обязательно. С удовольствием. Спасибо вам. Мы ждем вас. По традиции все будет Украина, все будет Одесса, все будет наш одесский регион, который отметил свой юбилей в прошлом году. Украина, все будет наш дом. Субтитры создавал DimaTorzok